Здравствуйте! Время подвести итоги уходящей недели. С вами Мария Лапчева. Вначале коротко расскажу о главных темах нашего выпуска. Вопросы экологии и безопасности ЖКХ. Работа поликлиник, школ и управляющих компаний. Традиционная встреча главы с жителями прошла в городском округе. Люберчане решают. В округе объявлен конкурс на лучшее название нового микрорайона. Свершилось. Детская школа искусств после двухлетнего ожидания вернулась в отремонтированный дом офицеров. Результат за один день. Компания «Гемотест» перешла на новые технологии исследования анализов. Гибридный спорт. Чемпионат по настольному теннису на коньках прошел на стадионе «Торпеда». Грация, красота и легкость. В Люберцах прошел открытый чемпионат по танцевальному спорту. Начнем вот с чего. Владимир Ружицкий провел очередную встречу с жителями. На этот раз она прошла в поселке Красково. Говорили традиционно о насущных проблемах, дорогах, транспортной доступности, безопасности и экологии в округе. Кроме того, обсудили работу поликлиник, школ и управляющих компаний. В начале встречи Владимир Ружицкий кратко рассказал собравшимся о проделанной за год работе. Коснулся тем административного преобразования округа, вопросов транспортной доступности и экологии в муниципалитете. После жители смогли задать ему свои вопросы. Большинство присутствующих. Волновали такие темы, как работа школ, поликлиник, управляющих компаний, а также безопасности в округе. Также много было недовольств, связанных с долгостроями. Два года и три месяца назад мы первый раз, дольщики, обратились коллективно к вам с проблемой, что наш дом не вводится в срок в эксплуатацию. Это четвертый квартал 2015 года. Все эти два года мы обращались к властям. До сих пор дом не введен в эксплуатацию. И мы, соответственно, не можем получить ключи от своих квартир. Мы никаких документов дальше не оформляем. Это табу запрещено. Поэтому, надеюсь, он хочет как бы дальше, потому что он туда, как он нам объясняет, тоже вложился. Поэтому, ну, понуждаем. Понуждаем. Ну, есть, знаете, вот в армии иногда говорят, по умному слову, под руку палка. Поэтому тут все инструменты используем, чтобы он этот дом просто оформил документы. А нам осталось, по сути, оформить документы и маленькие недоделки. Кроме этого, много говорили о вопросах экологии. Жителей волновали сроки закрытия полигонов, а также методы минимализации выбросов вредных веществ. Вы ни слова не сказали про промзону, которая у нас находится в деревне Машково. Там есть семь предприятий вредных с первым и вторым классом опасности. Втор, алюминьпродукт, комбинат экологического обслуживания и другие. И вот мне бы теперь хотелось спросить, будет ли когда-нибудь установлена станция экологического мониторинга, чтобы мы понимали, реально, чем нас травят из промзоны Машково. Да, у нас есть предприятие, второй алюминьпродукт. Мы включили его в список первоочередных проверок. Это для всех, я говорю, только что она была проверена Росприроднадзором, наложены штрафные санкции. И мы вышли на федеральную структуру Роспотребнадзора по санитарно-защитной зоне этого предприятия. Еще одной важной темой встречи стала ликвидация второй смены в школах. По словам Владимира Ружицкого, в самом городе Люберцы этой проблемы уже нет, однако она остается в поселках. Чтобы ее решить, власти планируют строительство дополнительных корпусов, а также новой школы в центре Красково. Анна Троян, Мария Лапочева, Александр Богданов и Никита Скраган. Телеканал ЛРТ. И мы продолжаем. В администрации городского округа Люберцы прошло внеплановое заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям. Поводом для его проведения стали многочисленные жалобы от жителей Красково. С наступлением сильных морозов в двух многоквартирных домах появились проблемы с отоплением. Заседание КЧС провел глава городского округа Владимир Ружицкий. О критической ситуации, которая сложилась в поселке Коренева, доложил директор Люберецкой теплосети Владимир Русанов. По его словам, в домах номер 78 и 80 по улице Железнодорожная температура воздуха в квартирах снизилась до 18 градусов. Жалобы от людей стали поступать с 25 февраля. Ситуацию взял под личный контроль глава округа. Он дал поручение соответствующим службам заняться устранением проблемы. Луиза и Гязарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. Тем временем Люберецкие коммунальные службы ликвидируют сосульки на крышах многоквартирных домов. Ежедневно фасады жилых зданий очищают от снега и наледи 73 бригады альпинистов. Работу управляющих компаний лично контролирует глава округа. В городском округе Люберцы более 1200 крыш требуют очистки от снега и наледи. На сегодняшний день сотрудники управляющих компаний завершили эти работы на 700 объектах. Как правило, сосульки появляются на старых домах. В отличие от новостроек, у них нет конструктивных элементов, которые предотвращают образование ледяных глыб. Жалоб действительно много, потому что после обильного снегопада пошла теплая температура и начала образовываться сначала сосульки, а теперь уже и залитие кровель происходит. Поэтому в экстренном порядке практически каждый день, почти круглосуточно происходит работа по очистке крови. В том, что управляющие компании успешно справляются со своей задачей, лично убедился глава городского округа Владимир Ужицкий. Он проинспектировал уборку крыш от снега и наледи в поселке Томилино. Своё мнение по поводу качества проводимых работ высказали местные жители. Мы рады. Ну я смотрю, у вас тут более-менее почищено. Да, у нас в этом плане... Или только сегодня почищено? Не-не-не, у нас почище будет гулярно. У нас в этом плане хорошо. Сосульки сбивают, освещение хорошее у нас. Напомню, что пожаловаться на неочищенные крыши можно несколькими способами. Обратиться в управляющую компанию, позвонить в ЕДС ЖКХ или принять участие в акции «Ледниковый период». Для этого достаточно разместить фотографию опасного объекта в соцсети и поставить специальный хэштег. Луиза и Геозырян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Полноправные граждане России. Десять либерецких школьников в торжественной обстановке получили свои первые паспорта. Главный документ юношам и девушкам вручил глава городского округа Владимир Ужицкий. Если вы получаете основной документ гражданина Российской Федерации, это достойно, это почетно, это радостно, но это накладывает определенные обязательства. Получение паспорта для этих ребят действительно значимое и торжественное событие. И оно стало особенным. Впервые за всю историю городского округа церемония вручения документов прошла в стенах ЗАГСа. В праздничной обстановке десять юных люберчан получили свой первый официальный статус – статус гражданина Российской Федерации. Ощущается какая-то ответственность, то, что уже стали взрослыми, уже лежит на плечах какой-то особый груз. Вместе с паспортами юным гражданам России вручили поздравительный адрес губернатора Московской области Андрея Воробьева. С этим важным событием девушек и юношей поздравили также местные власти, руководство ЗАГСа и, конечно же, родители. Луиза Игязарян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. К другим новостям. Владимир Ружицкий в ходе рабочего визита посетил научно-производственное предприятие «Звезда» в Томилине. Он рассказал его сотрудникам о планах по дальнейшему социально-экономическому развитию округа, а также ответил на вопросы собравшихся. Есть Октябрьский проспект, или мы говорим, там, Старая Рызанка, Октябрьский проспект, расширение до 6-ти полос. И такая возможность сегодня уже проект, по сути, на выходе. И где-то пойдет, будем говорить так, как в народе говорят, эстакада, либо второй ярус, значит, движение транспорта. Будет такой мост от, это примерно от вечного огня, и он где-то выйдет в районе сегодняшнего кинотеатра Октябрь-Олюберцах, перед мостом следующим. Кроме того, глава рассказал собравшимся и о других проектах по оптимизации транспортного движения в округе. Это строительство новой дороги в обход поселка Октябрьский, реконструкция Егорьевского шоссе, уменьшение количества светофоров за счет создания подземных пешеходных переходов. Все эти меры направлены на устранение пробок в округе. Также на встрече говорили и о некоторых вопросах ЖКХ, планах по строительству метро и других насущных проблемах. Мария Лапчева, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Либерчанам предлагают придумать название для нового микрорайона на северо-востоке округа. На днях в муниципалитете стартовал конкурс. Свои идеи и предложения может внести любой желающий. Конкурс на лучшее название нового микрорайона продлится месяц и пройдет в два этапа. Для начала необходимо отправить свои варианты на электронную почту по адресам, указанным на экранах. В теме письма необходимо оставить пометку «Конкурс». Затем самые популярные предложения вынесут на всеобщее голосование на сайте люберцы.рф. Данил Михайлов, Луиза Езарян, телеканал ЛРТ. Вернулись в родные пенаты. Детская школа искусств номер 4 снова переехала в дом офицеров. Помимо отремонтированного здания, у школы появились и новые музыкальные инструменты. В гости к учащимся школы искусств приехал глава округа. Мастерство игры на музыкальных инструментах гостям продемонстрировали ученики школы. Артем Малкин занимается в школе искусств уже второй год. Играет, по его словам, на всех инструментах. Но особенно понравился долгожданный вибрафон. «Ну да, мне очень нравится вибрафон, он крутой. И даже мой папа придумал для него специальную пьесу». В Люберецкой школе искусств около 500 учеников и 33 преподавателя. Переехать в родное и вдобавок к тому обновленное здание для них стало большой радостью. «Администрация Люберец и Андрей Юрьевич Воробьев сделали нам огромный подарок. За два года, даже менее чем за два года, был закончен капитальный ремонт. И мы получили прекрасное помещение, светлое, большие классы, большой зал концертный». Но на достигнутом останавливаться не будут. Сотрудники учреждения ставят перед собой ряд задач. Открыть, например, еще несколько отделений и докупить музыкальные инструменты. Но то, что они имеют на сегодняшний день, уже большой шаг в развитии школы. «До ремонта эта школа занимала в гарнизоне, так сложилось, 700 квадратных метров. Сегодня порядка полутора тысяч. Это, во-первых, метров, а во-вторых, это совершенно другие условия. О чем сегодня и Светлана Михайловна говорила, руководитель музыкальной школы. Я думаю, родители это замечают. Поэтому здесь осталось навести такой лоск, создать некую домашнюю, уютную обстановку. Я думаю, что педагоги с этим справятся». Также глава округа отметил, что в целом дом офицеров должен стать очагом культуры, где разместятся как молодежные, так и ветеранские организации. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В рамках проекта «Мобильный избиратель» члены участковых комиссий информируют население о предстоящих выборах президента. Совершая поквартирный обход, они рассказывают жителям Люберец, где находится ближайший избирательный участок, а также о том, можно ли выбрать другой или проголосовать на дому. Участковая избирательная комиссия, если несложно, откройте дверку. Консультационные группы УИК постараются достучаться до всех. Их цель – напомнить о времени и дате выборов, а также уточнить списки жителей. «Мы обходим дома в настоящее время на предмет выборов, приглашаем людей на выборы, раздаем вот такой материал, в котором имеются сведения, как люди могут зарегистрироваться на нашем участке, если они здесь не прописаны, как могут вызвать на дом, если есть больные люди, которые не в состоянии прийти». Также каждый, кто не сможет проголосовать по месту прописки или дойти до избирательного участка, до 12 марта должен заполнить заявление на портале госуслуг или в любом МФЦ выборов «Удобный способ». Пенсионеры и маломобильные граждане в день выборов дождутся комиссию на дом. «От комиссии 18 марта будет сделано два выезда. Один до обеда, второй после обеда. По заявлениям граждан, члены избирательной комиссии придут на дом и дадут возможность людям заполнить заявление, опустить бюллетень в переносную урну». «Приходим голосовать в 25-ю школу. А вы где будете голосовать?» «Там же». «Там же. Значит, приходите к нам на участок. Начиная с сегодняшнего дня, надо будет заполнить заявление, раз вы тут не прописаны. И мы вас ждем с удовольствием». До выборов президента России осталось менее трех недель. Они состоятся 18 марта. В Люберцах остро стоит проблема с нехваткой медицинских работников. Об этом открывая круглый стол по вопросам здравоохранения, заявил глава округа Владимир Ружицкий. На днях сотрудники администрации совместно с руководителями медучреждений обсудили пути выхода из этой ситуации. На встрече присутствовали и местные жители. На протяжении последних пяти лет Люберцы находятся в тройке лидеров по предоставлению жилья медицинским работникам. Кроме того, в городском округе активно ремонтируют лечебные заведения. Однако эти меры не спасают от утечки специалистов в Москву. «Мы последние годы много отремонтировали наших отделений, поликлиник. Но эту работу надо дальше продолжать, и вопросы есть. У нас сегодня ничего не хватает, и терапевтов не хватает, и педиатров не хватает, и других узких специалистов». Привлечение медиков – одна из приоритетных задач в округе. Большое внимание уделяют созданию условий для будущих врачей. На сегодняшний день в двух люберецких гимназиях открыты специальные классы с углубленным изучением биологии и химии. «По целевому возвращаются к нам дети, которые возвращаются, 3-5 лет отрабатывают в наших лечебных учреждениях и уходят в Москву. И мы опять остаемся без специалистов». Отсюда вытекают проблемы с отсутствием талона в кузским специалистам. На это неоднократно жалуются жители округа. К одной только ЛРБ номер 2 прикреплено более 200 тысяч взрослых и около 30 тысяч детей. Функционирует 9 поликлинических отделений и 135 терапевтических участков. Вместе с тем медицинские учреждения «Люберец» активно модернизируют. Современное оборудование позволяет проводить в округе высокотехнологичное лечение. Об этом жителям муниципалитета подробно рассказала заместитель главного врача второй люберецкой больницы Ирина Штольц. «Мы добились снижения 19 показателей, которые нам установил президент. Вот сосудистый центр, он и признан для того, чтобы снизить смертность от инфаркта и инсульта. У нас в сосудистом центре два отделения. Это кардиологическое отделение и неврологическое. В конце встречи жителям предоставили возможность задать вопросы участникам круглого стола. В основном их интересовали порядок записи к врачам, обеспечение льготников лекарственными препаратами, а также работа скорой медицинской помощи. Луизия Егязарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. И мы продолжаем выпуск. Как оперативно диагностировать инфекционное заболевание? Ответ на этот вопрос теперь знает и медицинская лаборатория «Гемотест». На днях компания провела пресс-конференцию в УТАРТАС, где презентовала новую микробиологическую станцию. Она позволяет в максимально короткие сроки проводить исследования, анализов и ставить диагноз пациенту. Один день теперь ровно столько требуется для получения точных результатов анализов пациентов. Лаборатория «Гемотест» приобрела уникальную микробиологическую станцию, которая позволяет в кратчайшие сроки провести исследования, первичные показатели в течение суток, а за 48 часов составить развернутую картину того, какой именно антибиотик точно поможет при лечении. Мы выделим возбудителя, который вызвал это инфекционное заболевание. Назовем, как его зовут, фамилию, имя, отчество этого возбудителя. То есть это будет непросто. И мы обязательно определим, к чему он чувствителен, чем именно его нужно лечить. Мы можем определить спектр антибиотиков, самый-самый широкий, начиная от обычного пенициллина. Скорость исследований и анализов сократилась, а объемы работ увеличились в разы. Таких результатов удалось достигнуть за счет автоматизации. Теперь почти за все в лаборатории отвечает пока уникальное в России оборудование. Инновация позволяет оперативно диагностировать все известные инфекционные заболевания, в том числе в сложных клинических состояниях, когда для пациента важен каждый день. С вопросами лечения и диагностики в клиническом плане тесно связана и профилактика. И могу подтвердить, сказать, что это чрезвычайно важно, своевременная постановка для того, чтобы организовать своевременно соответствующие профилактические противоэпидемические мероприятия. Точная и своевременная диагностика – залог успеха в лечении каждого пациента. Это на пресс-конференции в Итартасе признали и ведущие специалисты сферы здравоохранения. Новые высокоточные технологии гемотеста значительно помогут врачам всей России. Ведь центральную автоматизированную микробиологическую лабораторию, расположенную в Люберцах, анализы отправляют практически сразу. Когда приходит биоматериал, он приходит в специальных жидких средах, которые позволяют привезти его из любого региона в хорошем состоянии, когда он может еще расти. То есть он в консерванте определенном. Это все поступает в лабораторию, потом это автоматически, именно автоматически, круглосуточно сеется, независимо. То есть один специалист может обслуживать огромное количество биоматериала. На данной автоматизированной установке компания «Гемотез» не останавливается. В планах лаборатории активно развивать такие направления, как молекулярная генетика, иммунология и микробиология. Анна Троян, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Рождение первенца – особое событие для всей семьи. Родителям, у которых появился первый ребенок с 1 января 2018 года, положены государственные выплаты. Такое распоряжение дал президент России Владимир Путин в декабре прошлого года. Как получить это пособие и что для этого нужно, нам рассказали в Люберецком управлении соцзащиты. В Люберецком округе такой возможностью пока решили воспользоваться 38 человек. А двум люберецким семьям уже назначена эта выплата. Отметим, пособие выплачивают до достижения полуторагодовалого возраста малыша. Условием получения данной выплаты является наличие двух аспектов. Первое, что женщина должна, это должен у нее быть первый ребенок. И он должен быть рожден с 1 января 2018 года. Выплата будет осуществляться со дня рождения ребенка, если заявители обратились в течение первых полгода. Если они обращаются позже, то выплата будет назначена с момента их обращения. Обратиться за выплатой может один из родителей. Заявление необходимо подать по месту жительства в учреждение социальной защиты населения. Главное условие – доход семьи не должен превышать полуторакратную величину прожиточного минимума, который установлено в Московской области. На данный момент это 19 719 рублей. Сама же федеральная выплата сейчас составляет 11 522 рубля. Для назначения дара меры соцподдержки необходим следующий пакет документов. Это свидетельство о рождении, это свидетельство о браке или расторжении, это документ, подтверждающий место жительства на территории городского округа Люберцы, и справки о доходах родителей за 12 месяцев, предшествующих месяцу обращения. За оформлением пособия в связи с рождением первого ребенка в 2018 году пока можно обратиться только в Управление социальной защиты населения Люберецкого округа. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. К другим новостям. Сотрудники госавтоинспекции проведут в марте сразу два профилактических рейда. Почти весь месяц они будут проверять водителей на соблюдение правил перевозки детей, а также выявлять нетрезвых автомобилистов. Об этом сообщает пресс-служба Люберецкой ГИБДД. Оперативно-профилактическое мероприятие «Детское кресло» пройдет с 1 по 21 марта включительно. Рейд стартует в Люберцах, а в течение месяца такие проверки пройдут на всей территории обслуживания Люберецкой госавтоинспекции. Напомним, штраф за нарушение правил перевозки несовершеннолетних составляет 3000 рублей. А вот нетрезвых водителей инспекторы дорожного движения начнут выявлять с 3 марта. Рейды пройдут до конца месяца в Лыткарине и Люберцах. Сотрудники ЕБДД будут патрулировать дороги с 22.00 до 23.00. Штраф за управление автомобилем в нетрезвом состоянии составляет 30.000 рублей. Также нарушителю грозит лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет. При повторном нарушении сумма штрафа гораздо больше – 50.000 рублей. А срок лишения права управления – 3 года. Данил Михайлов, Луиза Игязарян, телеканал ЛРТ. Мастер-класс по автоманеврированию для госавтоинспекции провели на автодроме в Дзержинском. Сотрудников ГИБДД обучили практическим навыкам безопасного и экстремального вождения автомобиля со спецсигналом. Ошибки могут возникнуть любые, ведь и нарушители бывают разные. Чтобы повысить водительское мастерство, для сотрудников ГИБДД был организован мастер-класс экстремального вождения. Инспекторы, пройдя инструктаж, опробовали полученные знания на трассе автодрома, а также усовершенствовали свои навыки. Было решено подобные мероприятия проводить чаще. Наиболее подготовленных, лучших сотрудников в честь 23-го поощрили таким мастер-классом. Но, как я сказал, мы планируем и в дальнейшем мастер-класс проводить для всех сотрудников. Данил Михайлов, телеканал ЛРТ. А теперь к новостям спорта. 23 февраля, в самый мужественный праздник, 17 мужчин проверили свои силы в очень необычном виде спорта. Чемпионат России и чемпионат городского округа Люберцы по настольному теннису на коньках прошел на стадионе Торпедо. Наша съемочная группа, конечно, не могла пропустить такое событие. Вам уже не терпится узнать подробности? Тогда все внимание на экран. Я называю фамилию, имя пары и называю номер стола. Вы подходите и играете. Победитель подходит ко мне и говорит результат. Ценные указания перед началом соревнований – пожелания удачи и победы. Алексей Каменский в чемпионате не участвует, но волнуется не меньше других. Ведь именно он и придумал соединить несовместимые, казалось бы, виды спорта – коньки и настольный теннис. Я как бы бывший профессиональный хоккеист и настольный теннис, как бы пришел в настольный теннис тоже совсем недавно. Организовал в Москве клуб по настольному теннису, профессиональный клуб. И, значит, когда я организовал каток, у меня пришла идея. А почему бы не попробовать провести первый чемпионат. И мы рады, что сегодня в наш мужской праздник многие откликнулись, приехали. География участников широка. Здесь и москвичи, и жители ближайшего Подмосковья, и, конечно, люберчане. Алексей Метелин считает себя спортивным человеком. Хоккеист с детства катается на коньках, любит волейбол, профессионально занимается настольным теннисом. Этот чемпионат для него новый интересный опыт. Первый раз. Но я хорошо катаюсь на коньках, поэтому мне совместить. Вот сейчас только с тренировки приехал, и сейчас сразу на коньки. За удовольствием сегодня на стадион «Торпеда» приехал и люберчанин Сергей Аболенский. Ему, как любителю поиграть в настольный теннис и покататься на коньках, идея совместить эти два вида спорта особенно пришлась по душе. Несмотря на то, что в чемпионате он участвует впервые, уже знает некоторые секреты этого гибридного вида спорта. Резкие движения здесь очень тяжело получаются. Когда играешь на паркете, даже в любительский теннис, можно быстро поменять направление. Здесь этого не получится сделать, поэтому здесь нужно тактику выстраивать с учетом скольжения коньков. Проверить свои силы в нетрадиционном спортивном соревновании решил и Максим Шмырев. Российский спортсмен, трехкратный чемпион мира по пинг-понгу. 19 раз он становился чемпионом России в различных турнирах по настольному теннису. В таком же участвует впервые. Я очень хочу принять участие, насколько позволит мое состояние здоровья и мое владение коньками. Все-таки в таком экстремальном виде спорта я еще не принимал участие. Но интересно. Наш настольный теннис, он всегда требует каких-то таких новых вливаний, новых идей. И вот Алексей Малачин уже второй год проводит. И в прошлом году мне не удалось приехать, хотя очень хотел. И в этом году сдержал свои обещания. Мне самому очень интересно постоять, посмотреть, как люди играют. Но это действительно очень классно. Идею проведения подобного чемпионата поддержали в спорткомитете городского округа Люберца. Его председатель Владимир Сурков тоже встал на коньки и взял в руки ракетку, чтобы лично принять участие в необычном чемпионате. Он реально необычный. Придумали мы здесь, в Люберцах. И в том году он был впервые во всем мире проведен на нашем стадионе «Торпеда». В этом году уже второй раз. А в том году было более 50 участников. Сейчас где-то около 30 уже зарегистрировалось. Несмотря на общее количество зарегистрированных, в чемпионате приняли участие только 17 человек. В свой мужской праздник, по иронии судьбы, сюда пришли только представители сильной половины человечества. И отметили 23 февраля, как и полагается, настоящим мужчинам. Спортивно, бодро, с улыбкой на лице и духом здорового соперничества. Мария Лапчева, Никита Скраган, телеканал ЛРТ. Турнир по русскому жиму прошел в Люберцах. Ежегодно его проводят в честь вывода советских войск из Афганистана. На этот раз в соревнованиях приняли участие более 30 спортсменов. Они показали силу духа и почтили память тех, кто не вернулся с той войны. Сто и больше килограммов в руках этих мужчин кажутся пушинкой. На турнире по русскому жиму каждый участник старается превзойти свой предыдущий результат. Так и члены Люберецкой сборной не исключение. Они показали все, на что способны. Мы стараемся своим примером показать, что да, действительно, есть люди в возрасте. А почему называют себя в возрасте? Потому что старше 40 лет – это уже ветераны первой категории, ветераны М1. И я до сих пор наравне с обычными. Обычными это считается до 40 лет. Я соревнуюсь и показываю своим примером, что можно без применения допинга выполнять самые наивысшие нормативы. Несколько подходов за турнир позволяют спортсменам увеличивать вес, достигая при этом лучших результатов. Подобный вид спорта создан, чтобы делать парней сильнее и крепче. И как отмечают сами атлеты, помимо этого жим дает еще много плюсов. Силу не только физическую, а еще и силу духа закаляет характер. Человек, то есть парень, может стать настоящим мужчиной, придя в наш спорт. Я думаю, это не просто соревнования, а своего рода праздник. Этими соревнованиями чтим память тех, кто не вернулся сюда. Турнир «Афганский снег Шурави» проводится с главной целью – вспомнить подвиг сограждан в афганской войне, почтить память невернувшихся и пронести это через годы будущим поколениям. Организатор турнира сам служил в Афганистане и знает, насколько это важно помнить. Я и на 9 мая мы проводили, я тоже самое говорил, что если бы они не погибли, они, может быть, были бы с нами. То есть вот 9 мая проводили там в 10-м году. 13 человек приехали. Ну, то есть всем же под 50. Зачем им это надо? Память, память. Этот памятный турнир проводится ежегодно. По словам организаторов, интерес спортсменов к нему не изменен. На данный момент в Федерации русского жима состоят более полутора тысяч участников. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Девушки тоже играют в футбол. В рамках 53-й школьной спартакиады «Олимпионик-2018» прошли соревнования по мини-футболу. Победительницами стали футболистки 48-й школы из поселка Малаховка. Женский мини-футбол в Люберцах не столь распространен. Но соревнования в рамках школьной спартакиады собрали много участниц. На них приехали любительницы футбола в возрасте 13-15 лет. Финальные игры прошли в Фоке Люберецкий. Принимают участие 4 команды. По результатам отборочных игр они заняли первые места в своих группах и вышли в финал. Это 56-я гимназия, 20-я гимназия, 25-я школа и 48-я школа. Соревнования начались еще в начале февраля. В отборочных играх участвовали сборные команды из 14 школ городского округа. Самые лучшие спортсменки показали интересную игру в финале. Судить достаточно приятно. Футбол, как вы сами видели, такой неплохой, хороший. Девочки молодцы, стараются правила не нарушать. Третье место досталось команде из 20-й гимназии. На втором – Красковская 56-я гимназия. Ну а первое почетное место завоевали юные футболистки из 48-й школы поселка Малаховка. Мы иногда тренируемся по пятницам в школе и все. А так, в принципе, само все получается. Мы дружные, у нас нет проблем никогда. Чтобы победить, мы сначала продумываем тактику. Наш тренер тоже нам говорит, что куда бежать. Соревнования по мини-футболу среди девушек – это часть 53-й спартакиады школьных спортивных клубов «Олимпионник-2018». Даниил Михайлов, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ. И мы продолжаем. Вальс, самбо, ча-ча-ча-джайф. Навыки в этих и других хореографических направлениях на паркете Дворца спорта «Триумф» показали как начинающие, так и опытные исполнители. В Люберецком округе впервые прошли соревнования по танцевальному спорту. На мероприятие собрались участники со всей Московской области. Красивые костюмы, отточенные движения. Своё мастерство в этот день продемонстрировали десятки спортсменов. Не в первый раз на подобных соревнованиях выступали Евгений Новокшонов и Арина Каримова. В паре они танцуют около года и стремятся, по их словам, только к высоким результатам. Мы просто занимались в одной школе, и нас поставил тренер в пару, и вот мы сейчас вместе занимаемся. Мы хотим сегодня получить первое место. Вот и получили. На груди начинающих спортсменов медали за первые и вторые места в различных номинациях. Ведь, как известно, старание и труд – главные составляющие победы. Но, как оказывается, не только. По массовому спорту критериев чуть-чуть меньше, потому что это начинающие спортсмены. И очень важно, чтобы танцоры, спортсмены танцевали в музыку, это первое. Были с красивой картинкой, формой и не забывали свою хореографию. Наверное, это самое основное. В категории «Массовый спорт» начинающие спортсмены показывали навыки в исполнении вальса, самбы, чача и джаева. Танцевали соло и в паре. Несмотря на возраст волнений участников, момент выступлений видно не было. Только внимательность и сосредоточенность. Есть возможность развиваться у детей всесторонне. Это помимо хорошей физической формы, это хороший вкус. Это правильные взаимоотношения партнера и партнерши. Это умение преподнести себя и дарить всем болельщикам или людям, которые впервые пришли на подобные соревнования, невероятное удовольствие. А удовольствие получили не только зрители, но и сами участники, которые удостоились своих долгожданных и заслуженных наград. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. В Люберцах состоялся муниципальный этап конкурса хореографического мастерства «Веселые детвора». В нем свои таланты проявили 135 юных танцоров из 11 коллективов городского округа. Возраст участников от 6 до 9 лет. Фестиваль прошел на базе гимназии номер 44. Муниципальный этап областного конкурса «Юная Московия» прошел в третий раз. В его рамках члены жюри ежегодно определяют сильнейшие танцевальные коллективы округа. Участники выступили в разных направлениях хореографического мастерства. Показали классические, бальные, народные и современные танцы. Как же здорово, что Управление образованием уже третий год проводит танцевальный прекрасный конкурс хореографических коллективов. Мы очень рады, счастливы видеть новые лица на нашей сцене. Обладателями третьего места стали два танцевальных коллектива. Это команды их 16-й гимназии и дворца детского и юношеского творчества «Неваляшки». Вторая ступень педестала у танцоров «Мечты» из ДДЮТ. А лидером хореографического фестиваля стал коллектив «Сувенир» из гимназии 48. Анна Троян, Дмитрий Родзянко, телеканал ЛРТ. И в завершении выпуска. «Никто не забыт, ничто не забыто». Под таким лозунгом в гимназии номер один состоялись 10-е жуковские чтения. Патриотическое мероприятие проходит в учебном заведении с 2008 года. В рамках проекта ученики средних классов представляют свои научные работы о славных страницах истории Великой Отечественной войны. Торжественное открытие 10-х жуковских чтений началось со слов благодарности в адрес тех, кто на протяжении 10 лет поддерживает инициативу сотрудников 1-й гимназии. В 2008 году проведение этого мероприятия благословила дочь маршала Жукова. С тех пор оно стало традиционным. Ежегодно в стенах учебного заведения встречаются школьники со всего городского округа, чтобы поделиться новыми открытиями и знаниями об истории Великой Отечественной войны. Жуковские чтения проводятся в формате круглых столов. Это поисковая деятельность, поисково-исследовательская деятельность учащихся района, где дети на протяжении определенного времени работают над проектом, который впоследствии они защищают. А по итогам завершения круглых столов у нас уже идет процесс награждения. На этот раз в жуковских чтениях приняли участие дети из 11 общеобразовательных учреждений. В аудиториях гимназии организовали три круглых стола. Школьники презентовали свои проекты, над которыми они работали совместно с учителями. Работы участников оценивала экспертная жюри. В него вошли преподаватели истории и общества знания из различных школ и гимназий городского округа Люберцы. Луися Эгия Зарян, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Эти и другие новости вы найдете на страничках телеканала ЛРТ в социальных сетях. Не забудьте подписаться, чтобы быть в курсе самых актуальных событий округа. Я Мария Лапочева с вами прощаюсь. Увидимся в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова